«Золотая осень» – самая масштабная в России экспозиция достижений отечественных сельхозпроизводителей, завершилась. Выставка стала уникальной площадкой, на которой были представлены успешные примеры в области сельского хозяйства регионов страны. Кроме того, «Золотая осень» подарила возможность налаживать деловые и партнёрские отношения. Не осталась в стороне и наша республика. В первый день работы экспозицию Карачао-Черкесии посетил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В ходе беседы с главой республики Рашидом Тимрезовым были обсуждены основные направления развития агропромышленного комплекса региона. Одним из которых является садоводчество. Дмитрий Анатольевич, и при поддержке Министерства сельского хозяйства России мы, конечно, активно сейчас садоводство развиваем, но мы в этом году пошли ещё по пути развития сельхозкой операции. Именно садоводство, кооперативы. По 10 соток раздуем. Хорошая история, потому что маленькие хозяйства, такие, они могут серьёзную прибавку давать. Это и прибавка. Люди с удовольствием идут. Агроперативная идея, как известно, была довольно сильно дискредитирована в определённый период. А потом вот... Итогом участия Карачаева-Черкесии в агропромышленном мероприятии стало подписание двух соглашений САО «Русельхозбанк» и Национальным союзом агро-страховщиков, направленных на социально-экономическое развитие региона. Также два сельхозпредприятия республики получили золотые медали агропромышленной выставки. Одним из них стало ООО «Сады Карачаева-Черкесии». Сегодня территория садов занимает более 207 гектаров. Основное его направление – это яблоки различных сортов. Яблоневые деревья здесь занимают большую часть территории. Второй приоритет для предприятия – это груши. Фрукты, выращенные в республике, постепенно выходят на большой рынок, и география поставок постоянно расширяется. Период реализации и аспект очень широкий. Это как от Краснодарского края, так и до Санкт-Петербурга. То есть у нас заключены договора с нашими партнёрами на реализацию данного урожая. Также обладателем золотой медали стал Иркен Шахарский сахарный завод. В настоящее время на заводе с новыми силами открылся сезон приёма сахарной свёклы для дальнейшего выпуска продукции. В планах у работников завода переработать за этот сезон несколько сот тысяч тонн корнеплодов, после чего Иркен Шахарский сахарный завод отправит свою продукцию на полки магазинов. В летний период завод готовили переработки сахарной свёклы урожая 2019. Те специалисты, те рабочие, которые на заводе есть, они готовили оборудование для качественной и эффективной переработки сахарной свёклы. За три дня работы выставки с экспозицией Карачаева-Черкесии ознакомились порядка ста тысяч человек. Гостей форума заинтересовала продукция, производимая в республике. Участники обменивались опытом, контактами, налаживали деловые связи.